Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 харикатхой они сидят в кучках и обсуждают то что было сказано вчера и когда я пришел как раз один преданный хинди язычный объяснял им что пересказывал что гурудаф сказал накануне и они сидят и записывают конспектируют но даже не хуже знаете думаю сяду тоже запишу что-то вот и первое что записал я там плохо вообще понимал в чем суть дела помните когда вы первый раз открыли шримад бхагава там что вы подумали ничего не понял я тоже помню когда первый раз открыл шримад бхагава там был восемьдесят какой-то девятый восьмой или девятый год вот и первый раз катху гурудафа послушно девяносто девятый мало чего понял одно я точно понял точно записал to respect a devotee оказать почтение преданному вот это я записал to respect a devotee больше ничего не понял это одна фраза которая у меня из той харикатхи была в конспекте to respect a devotee все точка оказать почтение преданному как оказать почтение преданному наше поколение очень здорово на этом погорело вы знаете девяностых годов потому что мы оказывали почтение конечно или ниже их как махабхагаватам а потом эти махабхагаваты приказывали долго жить один за другим женились на своих ученицах говорили ребята делайте что хотите и так далее то есть целая европа была просто разрушена весь язык он европейский очень пострадал поэтому нельзя делать этих ошибок также нельзя почитать махабхагавату как конечно когда сила гурудеф отправился на запад они думали что он такой же как он какая они сами поэтому они поэтому они думали о он заберет наших учеников он окажет свое влияние на нашу сферу влияния на нашу зону и как это нарушит спокойствие и внесет смуту в умы наших покорных преданных они думали что если будут давать преданным много покор то они станут покорными по этой логике можно давать человеку много топоров он станет топорным хорошо я думаю вы уже проснулись вам уже интересно хорошо мы можем продолжать так вот когда гурудаф приехал его не почитали правильным образом а нужно учиться как почитать ващнавов почему потому что в чем разница помните в него вчера смотрели эти три уровня мы не будем их сейчас повторять во всех подробностях но вот самые основные моменты мы сейчас посмотрим в сопоставлении в чем основная разница вот вам вопрос на засыпку и на пробудку просто на пробудку хорошо в чем основополагающая разница между мадьямом и конечно кто скажет вот просто так спонтанно что вы думаете это да но вот вот самое такое отношение к ваш на понимаешь то есть наверное это хотела наверно сказать то есть мадьям он мастер в том как оказывать почтение кто там внизу разговаривает эй ребята арибол кухня приходите слушать катху мы для вас сюда приехали не для картошки эй как оказывать почтение ващнаву мадьям знает в совершенстве а конечно не знает поэтому конечно постоянно ошибается постоянно он принимает одно за другое постоянно он считает кого-то более продвинутым чем надо чем он есть и менее продвинутым чем он есть поэтому конечно это такой человек он должен быть ведомым постоянно вот если он ведомый тогда он будет ведать он будет также знать как почитать ващнавов и так шестой текст это прямое продолжение пятого этот шестой текст имеет заглавие недопустимо судить осознавших себя ващнавах с мирской точки зрения то есть если мадьям ващнав он почитает всех он никогда не будет делать ошибки он никогда не будет недооценивать возвышенного ващнава можно задать опять вопрос как же мадьям может познать высшего ващнава если он только мадьям среднего уровня на русском звучит как-то так ну убого среднего уровня на самом деле возвышеннейший ващнав очень возвышенный мадьяма ващнав очень возвышенный ващнав уже недаром его можно назвать конечно вот там даже вот там конечно его можно назвать ручи допустим то такого есть вкус так вот шестой текст если пятый текст учит нас распознавать и почитать все категории ващнавов то шестой текст парамананда учит нас как почитать высшего ващнава возвышенного ващнава вот поддержите хор те кто помнит этот стих хор становится все жиже и жиже вот стиха к стиху 3 4 дриштай сваба ва джанитар ва пушащя душа на пракритат ва мхабхакта джанасья пащип гамгам басанна калубуд буддатена панкар брахма драват вам пагача тинира дхармай кто-то читает ну хорошо можно читать ладно читаете дриштай значит смотреть о преданных пребывающих в этом мире имеется ввиду возвышенных преданных пребывающих в этом мире эти слова имеют значение большое почему потому что они не зашли оттуда как правило так высшая категория путта мамаха бхагавата они живут там может быть они в процессе саданы зашли на тот уровень вот так или иначе они живут в этом мире на наше с вами благо о преданных пребывающих в этом мире никогда не следует судить с мирской точки зрения иными словами их нельзя считать обычными обусловленными душами вот этот стих здесь один запрет очень важно вот на такое мирское как она называется мирское видение пракрита дальше пракрита даршан то есть материальная взгляд несовершенство свойственное их природе такие как низкое происхождение резкость медлительность а также телесные изъяны такие как прекрасная внешность представь не красивая внешность болезни физические недостатки подобно пузырям пение и грязи в ганге хотя внешне вода ганге кажется не чистой она всегда сохраняет свою трансцендентную природу и точно так же осознавшие себя ващнавы всегда находятся на трансцендентном уровне и потому их следует и не следует приписывать им какие-либо материальные недостатки если мы слышим столько прославления ващнавов о ващнав твой даршан это праздник для глаз ты так прекрасен ващнава так уродавираса говорит какое прославление ващнава постой постой о каких изъянах тут идет речь тогда наш материальный мир несовершенен поэтому здесь могут быть разные как сказать не столь приятные явления или формы или звуки или характер или еще что то вопрос почему ващнав это все принимает ответ для того для того чтобы стать похожим на нас с вами допустим какой-то ващнав очень плохо видит какой-то ващнав очень плохо слышит как наш гурдаг в конце нужно было три или четыре раза кричать чтобы он чтобы он смог услышать что вы хотите сказать вот затем он может быть резким наш он может быть резким он может быть медлительным он может быть иметь физические недостатки самые самые разные мнимые как сказать изъяны могут быть в нем но любой золотоискатель знает если он найдет слиток пусть этот слиток и неправильной формы пусть этот слиток там дырявые или еще какой-то я не знаю или может быть в нем какие-то выемки которых даже накопилась грязь какая-то горная порода или еще что-то это золото это фактически золото вот и эти изъяны мнимые представляют собой преграду только для не несведущего человека ему дают слиток золото он начинает думать ой какая некрасивая форма золото это чистое золото или платина почему ты думаешь об этих мелочах также ващна в этом мире никому не угодишь никогда сколько голов столько умов сколько с уровней сознания столько углов зрения поэтому как сказал один шотландский поэт роберт бернс судите не по платью того кто мы вставим сейчас шутда бхакти практикует того зову я знатью вот того кто чистый есть бхакта того зову я знатью можно так сказать то есть говорится встречают по одежке провожают по уму это вовсе вовсе ничего не значит да у кого-то ващнава некрасивая внешность допустим с точки зрения там я не знаю утонченных дам и господ парижа и лондона и так далее но это делает их близким это делает их близким каким-то преданным да у которых тоже некрасивая внешность и все какой-то ващнав допустим не умеет говорить на вашем языке или плохо слышит и так далее так далее это все абсолютно ничего не значит есть одна история в аштовакре риши аштовакра был великим мудрецом но он был изогнутым в восьми местах поэтому его звали аштовакра а что а что они по литовски восемь вот так же так и на санскрите вот поэтому он узнал о том что во дворе махараджа джанаки собрались великие мудрецы брахма риши многие они все были его придворными и он пришел их послушать и тот путь который для нормального человека занял бы где-то может быть несколько часов для него парамананда эту историю уже видит во сне все правильно все правильно вы сразу начинаете спать как только сидите иначе чем позе удовольствие же поза удовольствия леди и джентльмены не забывайте же специально названо для бхакти садага в позе удовольствия должно быть приятно сидеть так после лекции можно развалиться наш грудер строган я вам принесу подушки говорит я старик я сижу в атаковой трудно кому-то донести как эту философскую идею если он начинает эти таращиться странный позе ну и что дальше странно трудно что-то донести поверьте наша задача донести задача любого как сказать учителя-проповедника донести если аудитория немножко кривая то вряд ли что-то будет донесено да когда когда просад когда когда все это кончится наконец вот так так вот аштавакра риша он проделал путь который обычно бы занял несколько часов за несколько дней или даже больше он шел 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 на собрание понятно опоздал и он пошел в зал ковыляя искривленный в восьми местах него стопы были разбиты совершенно трещинах он шел глаз у него был один кривой рот искривленный он был искривлен в восьми местах и поэтому брахма риша не удержались и стали смеяться стали смеяться во главе с махараджи джанак и он пришел сюда он остановился посмотрел на них они смеются а он стал смеяться еще громче ха 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 как у гоголя над кем смеетесь над собой смеете вот они изумились почему смешно ты почему смеешь ты кто такой кто я такой вы узнаете потом сказала штавакра сейчас послушайте почему я над вами смеюсь я думал что это собрание мудрецов а я понял что это собрание сапожников вы все просто сапожники мы сапожники как да как ты смеешь да вы сапожники потому что вы видите только кожу и ее качество вы видите что у меня кожа не первого сорта что у меня кожа третьего сорта поэтому надо мной смеетесь а я думал здесь собрание великих мудрецов которые смотрят в суть вещей они на внешние вещи вот так поэтому махараджи джанака сразу же охватил голову руками боже мой кого мы оскорбили немедленно он посадила штавакруриши на свой трон немедленно он намыл ему стопы немедленно он припал к стопам начал просить прощения прости нас прости нас так он был спасен вот чем мы рискуем понимаете поэтому очень очень аккуратно во гриндавании особенно мы не знаем кто есть какой-то дедушка сидит на обочине такой же как что вокруг поет очень странным гайва странным голосом нам становится смешно и так далее может это махабагуа твачнаф мы не знаем мы не знаем может он говорит гнусама может вообще не говорит по-английски некоторые люди думают если он по-русски говорить вообще мне не говорит то кто он такой по-русски говорил чё по-русски не говоришь может он великий святой зачем ему знать этот варварский язык он говорит на санскрите на хинди на бенгали на благородных языках понимаете что ну вот поэтому очень очень порой рискованно смотреть так поэтому тоже непосвященные люди туристы духовные туристы они смотрят о какая грязная это ганга боже мой вперед сезона дожди особенно июль август что там только не плывет настоящие трупы знаете настоящие трупы коров которых потом едят вороны прямо на берегу собаки и так далее можно смотреть не говорим в тивари пор кто поедет еще кое-что можно увидеть вот и так далее то есть понимаете что но это трансцендентная река она со стоп господа вам она да востекает он пробил оболочку вселенной она устремилась вниз через многие планетные системы включая нашу землю и впадает в конце концов через адские планеты протекая в океан горбодака и что это трансцендентная река войди в ее воды омойся с верой и ты почувствуешь такое духовное благо и блаженство поэтому подойди к этому вайшнаву склонись перед ним послушай его харьков послушай самое главное как нам пределить кто он такой весь вайшнавский мир обращает наше мнение смотри это саду послушай поэтому ни в коем случае с точки зрения мирского человека нельзя смотреть на таких вайшнавов какой-то вайшнав может быть резким да допустим духовно в словах поступках допустим духовный брат нашего гурдава сила бхактивидан тревекраммараж очень резкий всегда его все боялись все обходили его комнату стороной все брахмачари однажды надо брахмачари поймала говорит что ты обходишь мою комнату что я тигр я тебя съем нечего было сказать ваш гурдав некоторых из вас дамодар махарадж был его слугой 7 лет с 96 по 2002 год его ухода и он рассказывает как-то раз вообще сила трекраммараджа комната она была открыта он всех звал можно было у него переночевать даже и однажды пришел один бабаджи такой вайшнав который все время воспевал святое имя дамодар махарадж думает ого вот это уровень он не ест не спит все время хари кришна хари кришна целую ночь сидит потом он ушел на утро спрашивает все внутри кармараджа кто он кто он такой ты знаешь а дамодар махараджа кто он такой он сахаджи сахаджи означает тот кто думает что он легко может достичь рады кришны почему потому что он сиддапранали имеет на рада кунди то есть ему рассказали о его там сиддашарири о духовном теле преждевременно и он воображает все что он делает он воображает что он с радой кришна все что он делает все это хри кришна не аскеза все это отсутствие еды и сна вот все это идет область в обращаемую область вот так вот вайшнав называют вещи своими именами вайшнав это хирург с острым скальпелем он может быть очень мягким тоже может делать операцию очень деликатно наш гурдов очень жестким как с волна таким сладостным он был очень как мол дар молнии все боялись гурдова никто не хотел жить в матхуре все убегали 15 человек может быть было с ним и все время но эти 15 человек он так любил и он так их не то что вымышлял плохое слово армейское просто он так их воспитал скажем так что они знали когда был фестиваль йога майя 2013 году диди пригласила тагападжи под маду мараджа и тирту мараджа они так говорили просто про йога майя мы только что давайте мараджам сидим переглядываемся ну ну вот гурдов он все-таки вложил вот это было так мощно действительно вот и поэтому наш гурдов не позволял брахмачаре уходить без спросу наш гурдов если что-то было не так он бил их дандой наш гурдов не позволял им спать после обеда никто не стал после обеда поспать после обеда ты для индийцев это святое сейчас святое дело поспать после обеда гурдов он делал невозможно не заставлял их не спать после обеда принятий то все равно что как то алкоголика от ними бутылку это страшно или от Сластеная, отними конфету, понимаете? Он их сажал вокруг себя в алтарной комнате. Все должны были повторять Харе Кришну после обеда. Каждый брахмачарий должен был так. До Мангаларати 16 кругов уже. После Мангаларати опять 16 кругов. После завтрака, ну, сева немножко, что-то служить, преповедовать, готовить. После обеда еще 16 кругов. Четыре раза в день была Харе Кадха. Утром, поздним утром, рано вечером и перед сном. И перед сном еще 16 кругов, 64 круга. Вот так они жили. Была там целая компания. О, Силанарайан Марач заставляет все 64 круга повторять и так далее. Почему? У нас ферма, нам нужно за коровами следить. А он заставляет 64 круга повторять. Да что, что такое, и так далее, и так далее. Поэтому те предные, которые были с Гурдавом, они должны были этого не слушать, и так далее. Но они очень любили Гурдава, он всегда был с ними. Никого не выпускал без спроса. Потом заставлял учить шлоки. Все это школа Гурдава. Потом спрашивал, как ты эту шлоку выучил, что ты знаешь, и так далее, и так далее. Наш Гурдав тоже, когда мы были уже с ним его последние годы, он на утренних прогулках мог остановить любого и спросить, что такое гуру скажи, что такое бхакти скажи. Санскрит должен звучать, сразу санскрит. Не то, что своими словами, такая-то шлока, хорошо. What is the meaning? Что это значит? You? You don't know. You? Okay, sit down. You? Вот так вот. В 2003 году Гурдав начал говорить обнябилась эта шлоку объяснять. Стал поднимать всех шафрановых брахмачарей, всех в Европе, где-то было в Голландии. Всех немецких брахмачарей одного за другими. Рада Мадов, Рада Венот из Голландии. Мне повезло, я возле колонны стоял с кассетным диктофоном еще, записывал. Меня Гурдав не заметил. Каждый говорил, I can ask anyone, top to bottom. Я могу спросить каждого от и до. Так, это наша школа. Просто. Почему? Потому что иначе тогда ты не делаешь ошибок в жизни. Если ты ешь и спишь. Вы знаете, мое первое впечатление вот насчет резкости, если говорить. Я еще был не там, не сям. То есть, я как бы и в Исконе был, учился и Гурдаву приезжал. За это меня очень не любили. Мои же друзья, собственно, там. Но я приехал Гурдаву на Радгаштами в Матхуру в 99-м. И до этого тоже приехал просто послушать Катху. И он сказал в своей лекции, в конце лекции он сказал, если те брахмачари, которые живут здесь, только лишь едят и спят и не ходят на Нагара Санкиртана, то есть распевать Святое Имя. Всех выпроваживал на Нагара Санкиртана проповедовать и Харинама Санкиртана, то есть петь Святое Имя на улицу. Вот. Тогда я вам говорю, немедленно вы освободите эти комнаты. Vacate these rooms. I'm telling you, vacate these rooms. Освободите эти комнаты. Oh, you should immediately go to your homes. Немедленно вы должны вернуться домой. Все это, о-о, ничего себе, я рассказал своим друзьям. В Исконе они тоже, о-о, да, это не хило, не мало, в общем-то, да. Нужно делом заниматься. Что вы сюда пришли и тут карму делаете, понимаете? Это бхакти. Гройов сразу же вкладывал в бхакти. Вот это. А если ты по натуре кармии, ты не хочешь развиваться в бхакти, то ты подумаешь, ну и что он говорит, он мне тут неприятности говорит, и так далее, и так далее. Ты думаешь, что это не брахмачарий ашрам, просто, как сказать, место для греха медхи, которое удовлетворяет чувства, нет. Это бхакти ашрам означает, бхакти придет. Поэтому строгость – это очень-очень важная вещь, очень важная. Строгость – это признак любви. Я помню, как в детстве меня ставили в угол, да, это было страшно, я плакал. Меня ставили в угол за то, что рисовал на полу и драл обои. Ставили в угол. Я плакал очень горько. Но теперь понимаю, что это было необходимо. Да? Детей нужно наказывать. Правильно? Хочешь кого-то закрыть туда? Дует? Дует? Окно? Ну хорошо. Нет, дверь закрыть, дверь. Вот эту. Я думал, ты ромай туда хочешь посадить? Ясно. Ясно. Или Шилитрикра Махараджа. Другой раз к Шилитрикра Махараджа пришел один преданный, такой бизнесмен из Дели, по-моему, он приехал. Вы сейчас как? Только не падайте, пожалуйста. Что он сказал? Ты приехал сюда со своей женой? Да. Убирайся отсюда. Выпроводил его. Потому что он знал, что он грехометхи. Он сказал, что он грехометхи. А у другого он спросил, ты со своей женой живешь? Ну то есть живешь. Вместе спишь. Понимаете? Тоже его выпроводил и так далее. И потом сказал Дамодаре Махараджа, двойная кровать изобретения Кали. Вот так. Это серьезно. Это вайшнавизм. Понимаете? Это серьезно. И потом вы пришли в серьезную сангу. Вы слушаете эту катху сразу. Вы можете слышать. Вы не убегаете. Кто-то пытается убежать, потом опять прибегает обратно. Потому что там нечего делать. В этом мире нечего делать. Шила Бхакти Сиданте Сарасвати Праупад сказал, этот мир не место для джентльмена. Он сказал, этот мир не место для джентльмена. И пусть все британские джентльмены вместе в полном составе сказали «фи» вместе с леди встали и ушли, но «гам» не страшно. Не страшно. И так далее. Как-то раз в 1935 году, пока еще Шила Бхакти Сиданте был на планете. Чтобы удостовериться, что все еще здесь не улетели. Так говоришь, говоришь, что я посмотришь, он улетел. Что делать? Не знаю, что делать. Может, доктор. Вот. Да. Так вот, благожелателем преданных, которые проповедовали Шилы Бхакти Хридой Бон Махараджа, Шилы Бхакти Саранги Госвами Махараджа и других, был такой лорд Зетланд. Это известная фигура, он был большим благожелателем. Вот. Но он все-таки сказал, скажите, вы можете мне сделать брахманом? Can you possibly make me a Brahmin? Да, но при этом вам придется соблюдать некоторые rules, некоторые правила. Какие, я хотел бы знать. Ну что же, вам следует отказаться от интоксикации, от сигар и так далее, и так далее. Придется отказаться от вегетарианской пищи, придется отказаться от азартных игр, ну и недосвольных взаимоотношений с неположенным полом. Лорд Зеттон послушал и сказал, impossible. Невозможно. Невозможно. This is our very life. Это сама наша жизнь. И вот. Тогда это было невозможно. Даже вегетарианских ресторанов толком не существовало. Но садо – это тот, кто говорит прямо. Поэтому тот Ваишнавк тоже это был все-таки. По-моему, Шилбакте Хридоя Бон Макараджа. Да. Да. Он сказал это прямо. Так оно и есть. Вот. Поэтому, я думаю, мы достаточно взрослые, чтобы слушать правду, как она есть. Даже дети любят слушать. Любите слушать правду? Слушайте дальше. Не убегайте, не играйте. Слушайте. Они хорошо сидят сегодня. Вот. Веласинь тоже здесь? Да. Молодец. Хорошо. Молодец. Слушаешь? Хорошо. Очень интересно сегодня. Про возвышенных ваишнавов, про возвышенных ваишнавов. Ага. Вот. Да? Я, по-моему, только очнулась. Нарисовала зрителей, наверное. Вот. Эй, Ишан. Неважно, что нарисовала. Ишан. Как говорил полковник, который нам дал военное это самое, слушай суда. Так вот, ваишнавы могут быть очень мягкими тоже. Понимаете? А вот если у кого-то резкий нрав, мягкость ваишнавов они могут не понять. Вот. Например, Шила Бхактивиданта Ваамана Гасвамарш был очень мягким. Очень мягким. Я думаю, если бы я был его учеником, я бы не смог порой понять его. Да. Как вот сейчас, Шила Бхактивиданта Мадусуданмараш, да, Майшик Шагуру. Такой мягкий, Боже мой. Диди она, как Гурдев, то же самое. Как Гурдев, влеплял всем. Так Диди вообще, абсолютно. Одна фраза, человек лежит, сраженный на повал, Диди говорит, Харибов, все хорошо. Вот. Нет, Шила Трикарамараш такой же. Вот. А Шила Бхамана Махарадж, да, Шила Мадусуданмараш, мягкие, мягкие как масло. Шила Мадусуданмараш никогда не ругал своих учеников. Вообще. Вообще никогда не ругал. Если ему что-то докладывали, кто-то что-то сделал, кто-то что-то не так, что он просто сидел и плакал. Вот. Иногда он, правда, гневался. Иногда он гневался. Знаете историю, как Шила Мадусуданмараш разгневался? Как-то раз, когда Гурдев отправился в западный тур, в первый раз, в 96-м, пришли представители большой организации, вы понимаете, о чем я, и стали жаловаться на нашего Шила Гурдева. Вот. Тогда Шила Мадусуданмараш слушал, слушал, не слушал, на самом деле. Он повторял харинам. Потом встал и сказал, харей Кришна. И сказал, отправляйтесь обратно, чтобы вы никогда не проходили через эти ворота. Вот. Это один раз он сказал. А второй раз они опять пришли и стали жаловаться. И он сказал, вы знаете, я в этом не сведущ. Вот. Обратитесь к секретарю. А секретарь… Они уже знают, кто секретарь? Шила Бахтибинан Аднарайна. Вы же секретарь, понимаете? Вот так он их отправил, на самом деле, по правильному адресу. Вот так вот было. Поэтому ваишнама бывает. Если мне что-то Патмадусуданмараш хочет сказать, до меня порой не доходит, потому что я слишком жесткий. Он говорит это как масло. Причем он и так говорит, как Гурудеф тоже это делал. Как Гурудеф это делал. Если кто-то неправильно говорил, то Гурудеф так поправлял, что это было так сладостно и как бы ничего не произошло. То есть ты даже и не заметил, как тебя исправили. Хорошо исправили при всех. То же самое Мадусуданмараш. Однажды один преданный, известный довольно он такой, даже Ачария я бы сказал, проповедует на Западе. На одном собрании его попросили говорить, его попросили говорить по-английски. Он только вернулся из Запада, и он стал говорить, что вот, мы тут такую проповедь развернули. Там так и так. В общем по-разному очень. Вот. И Мадусуданмараш. Такой-то, такой-то Махарадж в Бхудсундарупме. В очень такой прекрасной форме, так замечательно прославил. Значит, Махапрабу его учение, и также того Вайшнава, день ухода или прихода которого праздновалось. Вот. И мы можем также видеть во многих Пуранах, во многих писаниях там прославления и так далее. Но вот, кстати, Хануман. Вот Хануман. Хануман никогда не прославлял самого себя. Он всегда прославлял только Господа Рамачандру. У меня просто как бы ничего не сказано. Но в то же время все исправлено, и как бы никто ничего не заметил, в то же время. Ну, конечно, Хануман всегда прославлял Рамачандру. Мы все согласны. Очень-очень сладостно. Баутсундарупме. Вот. Поэтому... Да. Но поверхности Ганги может быть много-много разных изъянов. Могут плыть щепки, могут плыть пена, может плыть грязь. И разные бывшие живые существа, допустим, то, что от них осталось, это тоже может быть плыть. Вот. Поэтому Вайшнав, он может болеть какой-то болезнью, например, проказой. Да. Вы знаете, почему калия стал калией? Потому что в прошлой жизни, в прошлой жизни ему нужно было. Да. То есть он хотел почтить Вайшнава. Вайшнав жил в одном дупле. Вот. Он хотел ему мыть стопы. А оказалось, что Вайшнав был прокажённым, он болел проказой. Ну, так или иначе, ну, хотел мыть стопы, значит, он намыл ему стопы. Вот. И вода стекла. И он принял, как сказать, эту воду потом взял в свой сосуд. Но так как он болел проказой, то вместе с водой там эта шелуха сошла, гной сошёл, всё это сошло, кровь. Вот. И он побрязывал эту воду пить. И вместо этого он просто окропил себе голову. И тогда этот Вайшнав его проклял. Он сказал, что ты станешь змеем. Вот. И он стал Калией. Калией, и потом его Кришна покарал. Это одна из причин, почему Кришна его не убил. Потому что всё-таки он окропил голову со стоп Вайшнавов. Ещё одна причина, что у него жёны были преданы. Ещё одна причина, что Гаруда его огрел крылом. Вот. Долгая история. Ну, в общем, змея Калия, которого Кришна покарал, это единственный демон, которого Кришна не убил, а изгнал из Враджа. То, что он был связан со стопами Вайшнавов. Есть три вещи, три элемента, да, мы говорили об этом, от Вайшнава, которые дают бхакти. Бхакта пада ду ли ор, бхакта пада джал, бхакта букта аващеша тина махабал. Бхакта пада ду ли – пыль с лотосных стоп. Бхакта пада джал – вода, которая мала лотосная стоп. Бхакта букта аващеша – остатки его пищи. Поэтому вот эти три вещи, понимаете, неважно, какой Вайшнав – резкий, мягкий, говорящий на вашем языке. Нет, старый, молодой, здоровый, больной, неважно, мужчина, женщина. Мы стремимся к этому, кстати, к первым вещам. Что такое пыль со стоп тоже? Его наставление – это пыль с его стоп. Его наставление. Если мы следуем наставлению Вайшнава – это лучший способ взять пыль с его стоп себе на голову. Вот это. Также пыль со стоп Вайшнава – кто такие? Его ученики. Поэтому Вайшнав никогда не принимает оскорбления. Но если ученики это заметят, они никогда не простат, пока ты не извинишься. Поэтому пыль со стоп не прощает. Вот почему мы, так сказать, избегаем сейчас многих хороших, даже предных, но они замешаны в этом. Их организация, конечно, замечательная и так далее, но очень-очень обособлена, скажем так. Потому что они были замешаны в этом. Ага. Что ты проснулся? Как применять данный стих на практике по отношению к этому категории? Нет, это стих, который специфически предназначен к Уттаму Вайшнава. Как почитать Уттаму Вайшнава? Начинаю от Маги Маги. Уттам. А вот по поводу остальных двух вещей, как вода со стоп Вайшнавы и маги его поставки, это тоже аллегорично или буквально? Буквально, вода, которая мыла его стопы. Пыль вот эта немножко аллегоричная. Его Махапрасат. Его Махапрасат, это его Харикадха, это его Махапрасат. Его произведение, допустим, которое он написал, это его Махапрасат. Вещи, которыми он пользовался, тоже, не только с Юсна, тоже его Махапрасат. Если сегодня Акадыша и мы хотим принять Махапрасат Вайшнава, мы можем просто приложиться к его. Наскам, допустим, гуру, туфлям. Пыль с его стоп. А завтра Акадыша мы тогда его Махапрасат приняли. Это то есть после Акадыша. Вот. Теперь вопрос Ишана. Значит, вы слышали вопрос, что относится ли это только к Уттама Вайшнава? В принципе, да. В принципе, да. Вот. Это относится к тому Вайшнава, который гуру, допустим. Если у вас есть гуру, вы не думайте, кто он. Он Уттама, всё, точка. Иначе вы не будете продвигаться. Относится ли это, например, в джанском теле обычно не бывает в Гуране? Просто вот это Гаудья Матх – правило. В прошлые века было иначе, в Ишконе иначе. Гаудья Матх – это Санья Сигура, это Шила Бхакти Сидан Сарасхатвина. Шик Шигура – пожалуйста, все остальные. Брахмачари, Грихастхи, женщины – всё окей. Дик Шигуру. Ну, также один Матха, один Ачария – это правило тоже есть. Иногда два бывают, как вот. Гуру Дэвши Ванна Марач. Но в целом, вот эти правила. Хорошо? Вот, мы сейчас немножко послушаем комментарии Шила Бхакти Сиданта Сарасхати Прабхупада. Там есть вещи важные для нас к этому стиху. Дрештай свабава джамитарь. То есть природа Вайшнава нам неведома. Вайшнав очень-очень возвышен. Мы не знаем, кто он, мы не знаем, откуда он, почему он здесь, почему он настолько милостив. Шила Парам Гуру Дэвши Ванна Марач написал замечательную статью, которая называется «Следует определять уровень Вайшнава». Это статья в сборнике Бхакти Прагьяна по-русски. Замечательный сборник. Если не прочли, прочтите. Харида Прабхупа мне обещал, что распространит все электронные книги для вас. То есть, если у вас нет бумажных книг, то электронные в ваших носителях, телефонах, читалках. Можете читать. «Следует определять уровень Вайшнава». Там Парам Гуру Дэв пишет, что чаще всего мы начинаем наслаждаться качествами Вайшнава. «Ой, он такой слабный!» «Ой, он такой милостивый!» «Ой, он такой поэтичный!» «Ой, он так хорошо поет!» «Ой, он как хорошо говорит!» «Ой, он такой милостивый!» «Ой, он такой милостивый!» То есть, мы берем эти качества, которые по сути в нашем… «Оу, доброе утро!» Кстати, правильно все. В нашем понимании материальные. И мы начинаем из них извлекать для себя материальную выгоду. Вот я сейчас, как пьявка, присасываюсь к нему и начинаю с него, как сказать, слизывать весь его шарм, всю его прелесть. Мы расценим это как материальное. Но, на самом деле, мы должны смотреть на что? На его одно качество, высшее какое? Кришна и Кашаранам. Как он предан Кришне. Как он служит своему Гуру. Поэтому, вот это мы вкладываем в эти слова. «Коро море атма сато». «Пожалуйста, сделай меня таким, как ты». Это называется «Санга сидда бхакти». То есть бхакти, которые доходят до совершенства в санге, то есть в общении. Через общение. Что значит общение? Общение значит следы. Общение не то, что формальное, как западные люди. Это общение, это просто формальное расшаркивание. Нет. Общение означает, помните, вчера мы говорили? Мы говорили не общаться с материалистами, а общаться с преданами. Четырю способами. Как дадати, притагринати, гуямакяти, притчати. Бунгты боджи – это чего? Несёшь к Вашнаву подарки, принимаешь подарки. Прасад, просад. И самое главное – откровение. Ему отдаёшь то, что в твоём сердце. И слушаешь его откровение. Так ты можешь развиваться. Вот это. Поэтому, так Вашнав даст нам милость. Один я не могу повторять Харе Кришна. Очень-очень важный момент. Один я не могу повторять. Я не гьяни, я не йог. Я не сижу в уединении где-то. Это очень высокий уровень сидеть в уединении и воспевать Харе Кришна. Харидаста Кур мог делать. Мы не можем, нам нужна санга постоянная. Если угодно, мы обречены на это. Это звучит, как какая-то каторга. Мы обречены на саду сангу. Выка и скука. Нет. Это прекрасная жизнь. В саду санге это же прекрасная жизнь. Саду санга – синий небосвод. Саду санга – бхакти круглый год. Правильно? Хорошая шлока. Поэтому нам искать. Искать саду сангу. Где? 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 Где санга? Что Шила бхактионатта Кур поет? Как там? Тамара каруна сара. Каруна нагойля кандиа кандиа. Пранамара кибайара. Твоя милость – это все для меня. Если ты не дашь мне милости, я буду плакать и плакать, пока жизнь не оставит меня. Просто. Все. Вот так Вайшнавы плакали под дверьми своих гуру. Так первые ученики Шила бхакти Прамат Пурига Свамаражи плакали под его дверью, пока он их не принял. Несколько дней он говорит – нет, иди к своему гуру, который Асад. Иди к своему гуру, иди к своему гуру. В конце концов, увидел, что кандиа, кандиа, пранамара кибайара он увидел, что если я не дам милости, то просто оставит тело, и он давал ему эту милость. Вот так вот. На таком ли мы уровне? Если на таком – окей, это квалификация, чтобы быть учеником. Иначе нет. Иначе не работает. Иначе будет только это. Как итальянцы говорят – парларе и манджаре. Понимаете? Парларе – значит разговаривать, манджаре – значит кушать. Манджаре бхава. Парларе бхава – ун манджаре бхава. Две бхавы. Разговаривать и кушать. Но нет. Это нет. Сюда, в эту сангу приходят не для тусовки. Это санга, в которой бхакти приходят. Если мы хотим бхакти, окей, нужно пожертвовать. Очень многим пожертвовать. Просто. Сейчас мы немножечко жертвуем едой, сном и комфортом здесь. Но я вижу, хотя вас ломят немножечко, я вижу, вам становится лучше. Действительно. И вы, я думаю, согласитесь. Вот так. Значит, Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Прабхупад в своем комментарии к этому стиху цитирует два стиха из Бхагавадгиты, опять-таки той же нашей любимой, из девятой главы, которую мы недавно разбирали в Новосибирске. И кто-то вместе повторит со мной. Того, кто безраздельно посвятил себе предному служению мне, говорит Кришна, следует считать святым, даже если он порой ведет себя самым отвратительным образом, ибо разум его всегда сосредоточен на служении мне. Он все равно саду. Он очень скоро становится праведником и обретает вечное умиротворение. Хосын Кунти, заявляй смело, что мой преданный никогда не погибнет. Очень глубокие стихи, мы сейчас их объясним. Значит, смотрите, напишите, пожалуйста, 9, 30 и 31. Эти два стиха, к ним такое примечание. Значит, эти стихи указывают на преданных двух видов. С одной стороны Каништха, с другой стороны Ульттума. Вроде процитировался. Да, 9, 30 и 9, 31. Что если кто-то совершает самые отвратительные поступки, но он предан мне и целеуправленно совершает мой баджан, Кришна говорит, его следует считать святым. Ну, саду имеется. Потому что он на верном пути. Теперь, коли скоро мы говорим об Ульттаме Вайшнаве сегодня, в шестом стихе. Давайте отметим, что относится вот в этих двух стихах из Бхагавадгиты к Ульттаме Вайшнаву. Это то, что Ульттаме Вайшнав, вы знаете, он, по сути, свободен от правил и предписаний. Вамши даст Бабуджи Махарадж. Помните его? Он курил хуку. Он предлагал своим божествам Гауринитянанди чай. Сейчас не нужно повторять, Харе Кришне не нужно во время катхи слушать, а потом повторять. Или слушать, или повторять, иначе двойное. Не слушаешь и не повторяешь. А вот. Как-то раз к нему пришли Шила Парамгурудаф, Шила Бхакти Прагьянке, Шила Бхакти Прагьянке, своим дорогим другом Нарахариса Вавиграха Прабху. Нарахариса Вавиграха Прабху говорит, «О, мы должны принять этот чай Прасад». Чай Прасад. Вот. Парамгурудаф остановил, он говорит, «Сможешь ли ты переварить этот чай Прасад?» «Сможешь ли ты переварить этот чай Прасад?» Вот это не для нас. Конечно, они смогли бы, потому что оба возвышенная Вашнабы, но это просто случай, который потом стал хрестоматийным. Бхабаджа Махараш, он может принимать это, он может предлагать это своим рождествам потом принимать, но мы не можем. Но мы должны понимать, что это их уровень, и они свободны от правил предписания. Поэтому ученики Ишила Бхакти Сидданте Сарасвати Прабхупады принесли Вам Шидашу Бхабаджи Махараджу новую хуку в подарок. Понимаете? Вполне вероятно такое. Потому что он не свободен. Он свободен, он за пределами всех этих вещей. Вопрос, а почему Рагуна Дас Госвами не делает? Почему Шиларупа Госвами хуку не курил? И так далее. Потому что они Сева Садака Рупиена Сиддарупиена Чатрахи. Они все равно додавали пример нам, как быть Рупанугой мы говорим. То есть Вашнавам в линии Ши Хитани Махапрабху. То есть они проповедовали тем самым. А Шилавам Шидаш Бхабаджи Марашам не проповедовал. Поэтому мы не берем с него пример. Есть много случаев такого рода. Есть предписание, что если мы даже в уме подумаем что-то плохое о таких Вашнавах, в нашей духовной жизни придет конец. Поэтому нужно всегда очень аккуратно относиться к такого рода явлениям. И теперь второе. Эти стихи Апи Чат Сударача Ро 9.30-9.31 относятся к Каништа Вашнамам. То есть к начинающим предмамам. Если кто-то целенаправленно... Что значит целенаправленно? Целенаправленно это как бы мадья мужей. То есть с полным вниманием, без поклонения полубогам, не отвлекаясь на карму, гьяну, йогу. Просто идешь по пути бхакти. Но вот чувство соприкоснулось с объектами чувств, с которым ты был привязан. Мое сердце йог да йог, впереди пирной варёк. Нужно свернуть. На этот раз не свернул. Пошел к друзьям проповедовать, а там что? Ну надо выпить вообще. Знаете, типичный такой банальный пример. Какой ты наш друг? Пока ты с нами не выпьешь, мы тебя слушать не будем. Вот все эти вещи и так далее. Поэтому что, если такой преданный понимает свою ошибку, сокрушается искренне, то сразу же бхакти-дэви прощает его, вайшнавы милостиво прощают его. Теперь смотрите, не имеет значения происхождение вайшнавы. Очень-очень важный тоже момент, очень важная тема. Существуют такие популярные мнения, да? Что, о, там, вайшнав или гуру может быть только в индийском теле. Если он не в индийском теле, то какой он вайшнав? Есть такое, кастовость. Кастовость. В Индии тоже. То есть, о, мой гуру только из Индии должен быть. В Исконе есть большая мода среднеиндийских преданных, брать себе гуру американских. О, мой гуру – американ. Американ, you know? Американ гуру – high class. Американ гуру – это высший класс у него. И так далее. То есть, это чисто материалистический представитель. Вайшнав не зависит от всех этих явлений. Ну, конечно, если ты родился в Паратаварше, в Индии, конечно же, у тебя есть самскары, впечатления, которые не снились людям запада, которые воспитаны на Микки Маусе и Кококоле. Или Чебурашке, соответственно. Крокодиле – гений, который потом стал гьяной, переквалифицировался. Вот. И поэтому мы не знаем ничего другого. И эти вещи потом мешают. Ты хочешь о Кришне думать, и Чебурашка приходит. Вот. Но преданный, который всецело погружен в баджан, он вычищает свою карму полностью на уровне Нама Аббас. И, начиная с уровня Нама Аббас, он настоящий мадъям. Если настоящий мадъям, значит, он может совершить Рагануга Бхакти. Он может стать, как Шива Рупа Госвами. Поэтому все равно, какое у него тело. Это тело, это его прорабда карма, которая временно видна. Потом она исчезает. Все. Что с того, что он родился где-то там? Ну и что? Шива Харидас Такур был мусульманем. По происхождению. Ну, имеется в виду, он был брахманом. Потом пропал в среду мусульман. Его звали Яван Харидас и так далее. И попал Кришну. Вот. Потом очень многие другие преданные. Допустим, Рупу и Санатану тоже считали неприкасаемыми, потому что они были в услужении у мусульман. В те годы кастовая система была такой жесткой, что если кто-то хотел кому-то насолить, да, то мусульманин мог окропить его водой и все. Он утрачивал свою касту. Брахман становился мусульманином. Окропил водой и все. Поэтому в Матхуре был случай, когда Субудхирай пришел к Шри Хитане Махапрабу и он сказал, что мой слуга бывший, которого я когда-то высек плетью, он меня отомстил, он окропил меня водой, а он мусульманин. Он был моим слугой, я брахман, а он мусульманин. Он меня окропил водой в отместку за то, что я высек плетью когда-то. Вот. Я утратил свою касту. Поэтому сейчас брахманы меня не принимают. Что я должен делать? Они сказали, что единственным покаянием для меня было выпить расплавленное ги, кипящие ги. И это все, это тебя выжигает полностью. Поэтому, я говорю, не знаю, что делать. Махапрабху сказал ему, повторяй. Аре Кришна, 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 Аре Раму, Аре Раму, 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 Раму. Ты не просто вернешь свою касту, ты станешь вайшнавом. А вайшнав, он принадлежит к Ачюта Готре. Ачюта Готра, это означает вне каст. Ачюта Готра. Ачюта, это имя Готра, это означает группа. Значит, как это, ну, клан, каста, да? Но Кришна, он Ачюта, то есть он никогда не теряет свое положение. Поэтому Ачюта Готра, это принадлежность к тому клану, той касте, вайшнавов, которые также никогда не теряют свое положение и утрачивают. Если этот вайшнав станет мадримом и утомом, абсолютно все равно, какого он происхождения. Мы рождены на Западе. Наша дядя сказала нам, во, у вас займет еще четыре или пять жизней, пока вы откажетесь от своих западных привычек. Просто. Ну что, эти западные привычки – бог. В Индии все-таки, несмотря на то, что она там в засиле интернета, там 60 каналов телевидения, они смотрят в Дели и так далее, все-таки есть культура, причем очень мощная, гораздо сильнее, чем в том же Непале, где алкоголь на каждом шагу и так далее. В Индии этого нет. В Индии это означает, как правило, если из хорошей семьи, ты вегетарианец. Значит, ты не пьешь, значит, ты не дружишь с женщинами так, как это делают на Западе. Все стоит очень хорошо. В большинстве случаев в Индии до сих пор женитьба по договору. Love marriage, конечно, набирает обороты, но все равно. Очень мощная культура у них до сих пор есть. Конечно, там киш-миш очень большой, философский. И все полубоги у них на алтарях вместе во главе с Ганешей. Но все же культура есть у них, поэтому да, это наш минус, мы согласны. С другой стороны, у нас есть один плюс. Мы не смотрим в сторону полубогов, потому что мы их не знаем. Конечно, сейчас предные привозят Ганешей и всех прочих из Индии. В принципе, из монотеистических культур христианства, мусульманства нам легче принять. Кришна – Бог, все, сказано. Как там пели предные из Перми, Кришна – Бог, ты не ошибся. Веселая песенка, но в ней сама суть. Не ошибся, не нужно даже думать о полубогах, которых мы и не знаем, собственно. Как это, минуя капитализм к социализму, прямо к бхакти, минуя даже культурные все эти вещи. Поэтому, хотя предная Кришна может происходить не из семи брахманов или рода Госвами, отказываться называть Его Госвами или Прабу, значит смотреть на Его с мирской точки зрения. Вы знаете, сколько противников было у силы народам Дастакура? И, по-моему, Шемананды… Кто еще был из рода Каяста? Каяста – это землевладельцы. Наш Парам Гурудашсу Бхакти Прагян Кеша Басимурэш – Каяста. То есть, в Индии очень глубокая кастовая система до сих пор, очень. Несмотря на телевидение, интернет, жвачки, Микки Маусы и все прочее, очень сильная у них вот это. И поэтому до сих пор они смотрят… Вы знаете, как на Гаудия Матх смотрели в 20-30-х, там же ж… Чтобы Бхакти Сидан Сарасвати Прабхупада убить хотели кастовые люди. Очень-очень завидовали. И, что я хочу сказать… Так вот, Силанаратам Дастакура очень-очень ненавидели Брахмана за то, что он принимал Брахманов, сам не будучи Брахманом в ученики. Расикананду Дева тоже. И ученик Шемананду Прабхуп. И так далее. То есть, против них ополчались Брахманы и все прочие. Кого он принимает в ученики? Так это мы станем бок о бок с мусульманами? Это мы бок о бок станем с млечками что ли? Это мы так утратим свою касту. Они так думают. Целая глава Джайва Дхарма… Я забыл номер. Четвертая или что-то там вроде посвящена. Джайва Дхарма, Раса и Каста. Пятая или шестая. Джайва Дхарма, Раса и Каста. Вот эта глава. Смотрите на эту тему. Что Вайшнав абсолютно не зависит от расы и касты. И если на начальных уровнях все равно по инерции остаются какие-то привычки, какие-то воззрения связанные с этими материальными представлениями. Из-за принадлежности бывшей какой-то расе и касте и всем концепциям с ней связанным. То впоследствии это все стирается. Просто бхакти это выжигает. Этого не должно быть. Поэтому мы не можем сказать. Индийский Вайшнав, не индийский, допустим. Мы даже не можем сказать. Вы знаете, как Шилатри Краммарадж однажды разозлился? Он так разозлился. Дети. Рамай. Вот. Шилатри Краммарадж разозлился очень сильно. Когда ему сказали. О, Махарадж. Мы тут как план Парикрама составили. Вот у нас индийская группа Киртана. Вот у нас западная группа Киртана. Махарадж вспылив. Как вы можете сказать индийская группа Киртана? Западная группа Киртана? Как вы можете разграничивать вот так вот по расам или по странам? Потому что сказано в одной песне очень хорошей, одного из авторов Гаура. Брахмане чандалы. Бок о бок, плечо к плечу пойдут брахманы и чандалы. Вот что их коробит очень сильно. Брахманов. Что это такое? Я не могу сидеть в одном ряду с этим. У них до сих пор есть. Но в вишнавизме вот этого не должно быть. И у начинающих преданных это до сих пор. Поэтому в Индии это пусть вас не коробят. Это остатки. Это как мы думаем. Вот эти индийцы нам надоели и так далее. Нельзя думать оскорбление. Стоп. Наоборот мы должны учить хинди. Почему мы не хотим учить хинди? Все должны учить хинди. Это язык нашего Гуру Дева. Нашего Шикша Гуру Дева. Почему мы не хотим учить хинди? Это язык прекрасной Харикадхи. Помрачительнейшей Харикадхи. На английском там очень сложно сказать. Там Дамадармарадж сокращает. Он говорит точно, но очень сокращенно. Потому что такая скорость у Махараджи. И столько такой внутреннего смысла. Поэзия просто льется. Очень трудно. Хинди переводчики тоже с трудом переводят. Не угнаться, во-первых. Во-вторых, там такая глубина, что просто. Это как какой-то, я не знаю. Лесной, как сказать, завал. Вот такой огромный бульдозер приезжает. И с корнями все это сбрасывает. И остается, понимаете. Как вихрь, который вырывает все с корнями. Все невежество. И глубочайшую концепцию вкладывает в сердце. Одновременно. Поэтому. Мы должны быть свободными от кастовости. Даже здесь у нас есть эта кастовость. Знаете. Я сын богатых родителей. Вот. Ты закончил университет. А сейчас тебя в храме искон заставляют мыть посуду. Ты стал судомоем. Позор для семьи. Вот. Понимаете как. Вот. Поэтому они тоже так думают. Что ты стал, как это, судомойкой стал. С двумя дипломами. Это важно для смирения. Каждый должен уметь мыть посуду. Это важно. Есть дети, которые никогда дома не моют посуду. Все делают автомат на кухне. Или мама. Или нет. Горничная. И так далее. Вот. И тут сам идет в храм. Ладно. У нас сейчас знаете. Как у Равниловка там. Все живут в коробках. Все равны там. Что профессор. Что пролетарий. Вот. А раньше. Представляете. В Индии это сохранилось очень. Аристократическая семья. Вот. Здесь тут очень большая градация. Вот. Преданное, появившееся на свет в ряду Госвами. И преданное, принадлежащее к другим кастам, заслуживает одинакового почтения. Бхактический нас рассуд. Какой бы касте преданный не принадлежал приписывать ему материальное качество оскорбительного. Однако, если человек достигший некоторого успеха на пути Бхакти считает, что поскольку он преданный, им позволительно совершать неблагодарительные с материальной точки зрения поступки, в конце концов он неизбежно сойдет с пути Бхакти. Я теперь Бхакта. Я Вайшнав. Мне должны все места уступать. Очередь уступать. Понимаешь? А кто эти кармики, понимаешь? Мне тоже очень плохо. Приятное всегда тринада Пису Ничина. Он никогда не совершает, называется джива аппаратха. Есть аппаратхи четырех видов. Нама аппаратха, Дхама аппаратха, Сева аппаратха и Джива аппаратха. Вот Джива аппаратха, Нама аппаратха, Святого имени, Дхама аппаратха, Святого обители, Сева аппаратха в служении 32 и Джива аппаратха Это оскорбление обычных людей. Мы все преданные, а тут какой-то кармик пришел, кочерыжка, что тут делаешь? Плохо, очень плохо. Всем вылежать почти нет. Такая же очередь ждет тех, кто будет общаться с подобными людьми. То есть духовная гордость называется. Мы становимся кастовыми. Если мы так смотрим на других, мы заявляем гордо, что мы высшие касты. Нет, никакой не высший. Мы только скромные кандидаты, чтобы примкнуть к числу ваишнавов. Поэтому всех должны почитать, должны всегда трепить. Ты надо послушать. Это настроение. Когда-то в начале проповеди Швила Бхакти-Саранга Госвами, в 20-е годы, когда было очень большое недоверие со стороны касты Нагасвами, Швила Бхакти-Саранга Госвами Махарадж, он очень защищал Годья Матх. Он происходил из возвышеннейшего брахманского рода. И когда другой брахман поставил ему на вид, что вот, вы разрушаете брахманическую культуру, вы попираете наши устои, вы возводите каких-то людей низкорупных схождений на один уровень с нами и так далее. Тогда Швила Бхакти-Саранга Госвами Махарадж сказал, «Вы знаете, к какой я принадлежу касте брахманов? Что ваша каста, ваше сословие брахманов считается за большую честь пить мочу представителям моей касты, представители моего сословия произвела огромное впечатление, он какой-то влиятельный человек был, и он с уважением стал относиться с тех пор. Некоторые люди, гордые тем, что родились в брахманской или какой-то другой знатной семье, не способны под инстоинство оценить безупречное поведение вывышенной духовной идеи, совершенных преданных, которые формально принадлежат к более низкому сословию. Из-за этого они по-разному проявляют неуважение к ваишнам, становятся оскорбителями. Садака должен быть очень осторожным, чтобы не совершить такой ошибки. Хорошо, теперь еще какие-то остались вопросы, пожалуйста. В Кали-югу оскорбления не в уме? В Кали-югу? Да. Если это оскорбление вербальное или на уровне действий, тогда да, если только в уме, то не учитываются. В другие юги предыдущие учитываются. Так или иначе, мы должны в уме держать какие-то оскорбительные мысли, чтобы… Ну зачем? Это уже разрушительно, чтобы они ненароком не вылились на поверхность. Ну вот так. Думать плохо тоже нехорошо. Еще какие-то вопросы? Ну ладно, тогда отдыхайте. Но сперва последний киртан. Вечером мы будем разбирать седьмой стих. Метод баджана.